Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Антарктида не первый изучаемый нами материк. Как вы знаете, изучение любого материка мы начинаем с географического положения и истории открытий. А что же будем изучать дальше? Сегодня мы познакомимся с природой Антарктиды. Знаете ли вы, что применительно к Антарктиде употребляют много эпитетов? Страна под облаками, страна морозов и жесткого солнца, страна пурги, ледяной материк. Природа Антарктиды завораживающая и в то же время загадочная. Это самый малоизученный материк планеты. Объясняется это уникальными климатическими условиями. Территория почти полностью покрыта льдом. Антарктическая флора представляет собой группу растений, которая появилась миллионы лет назад на суперконтиненте Гондване. Миллионы лет назад Антарктида была более теплой и влажной и могла поддерживать жизнь многих видов растений. Антарктида также была частью древнего континента Гондваны и около 40 миллионов лет назад отделилась от нее. Впоследствии прежняя растительность в Антарктиде из-за изменения климата исчезла. Сегодня суровый климат Антарктиды делает ее одним из самых негостоприимных мест на Земле, позволяя жить там сравнительно небольшому количеству живых организмов. Животных и растений здесь мало, и они были вынуждены приспособиться к суровым климатическим условиям континента. К тому же экосистема на континенте хрупкая и легко нарушается человеческой деятельностью, загрязнением, глобальным потеплением и истощением озонного слоя. Флора Антарктиды очень бедна. Больше всего здесь водорослей около 700 видов. Побережье материка и его равнины, свободные от льдов, покрывают пхи или шайники, которые не образуют сплошного покрова. В цветущих растений всего два. В тканях всех растений Антарктиды содержится мало воды. Растения и животные наиболее распространены в Антарктиде в приморской полосе. Колобантус кито или колобант кито – травянистое растение из двух видов цветковых растений. Это растение является вечно зеленой травой, вырастает до 5 сантиметров в высоту и имеет желтые цветы. Из-за изменения климата колобантус кито стал охватывать в пять раз больше ареала, чем раньше. Луговик антарктический относится к семейству злаковых. Растет он лишь на участках земли, хорошо освещаемых солнцем. Кустики луговика могут вырастать до 20 сантиметров. Само растение прекрасно переносит заморозки. Морозы не вредят растению даже во время цветения. В прибрежных морях можно встретить гигантские водоросли длиной от 150 до 300 метров, которые носят название мактоцитас. Само название этих растений говорит за себя, ведь в переводе слово звучит как крупноклеточник. И на самом деле размеры клеток макроцитаса являются гигантскими в сравнении с клетками других растений. Как и флора, фауна здесь напрямую связана и обусловлена исключительными климатическими условиями, приспособиться к которым в процессе эволюции было достаточно сложно. Процессы адаптации протекали очень медленно, растягивались на сотни тысяч лет. Однако столь суровые условия способствовали появлению своей необычной экосистемы, в которой присутствуют совершенно невероятные виды животных. Большинство из них присутствуют в условиях Антарктиды непостоянно, мигрируя, исходя из времени года и температурных показателей. Но есть здесь и некоторое количество эндемичных животных, которые не встречаются нигде больше на планете. Императорский пингвин, также известен как фингин Фостера, самый крупный и тяжелый из современных видов семейства пингвиновых. Его средний рост составляет около 122 сантиметров, а вес колеблется между 22 и 45 килограммов. Как и все пингвиновые, императорские пингвины не умеют летать. Видовое латинское название дано в честь немецкого ученого Йогана Форстера. Императорский пингвин был открыт экспедицией Белинсгаузена и Лазарева 1819-21 годов. Значительный вклад в изучение императорского пингвина сделала антарктическая экспедиция Роберта Скотта в 1910-13 годах, когда группа из трех человек, в том числе Идриана Уилсона, отправилась с базы на мысе Эванс в проливе Макмерда на мысе Крузье, где добыли несколько яиц пингвинов, что было важно для изучения эмбрионального периода развития этих птиц. Субтитры создавал DimaTorzok Золотоволосый пингвин Золотоволосый пингвин – самый распространенный вид пингвинов. Длина тела взрослого пингвина в среднем 70 см. Масса тела сильно различается в зависимости от пола и времени года. В целом окрас золотоволосых пингвинов ничем не отличается от других видов, но характерной его особенностью является ярко-желтый гребень на голове, который и подарил этому виду название. С таким густым, плотным и гладким оперением золотоволосым пингвинам не страшны ни холодная вода, ни суровый климат, потому что маленькие перышки расположены у самой кожи водонепроницаемы. Сохранять тепло и энергию пингвинам помогает и толстый подкожный слой жира. Клюв у золотоволосых пингвинов большой, выпуклый, оранжево-коричневый, ноги короткие, с широкой ступней розового цвета. Королевский пингвин похож на императорского пингвина, но немного мельче его размерами и ярче окраской. Длина тела королевского пингвина составляет до 1 метра. Королевский пингвин гнездится на островах Огненная Земля, Южная Георгия, Южные Сандвичевы острова. Королевских пингвинов по праву можно считать символом Антарктики. Образ этих очаровательных черно-белых птиц знаком каждому с детства. Вторые по величине после императорских они не уступают им в красоте и могут похвастаться уникальными повадками и привычками. Королевские пингвины живут большими шумными колониями в несколько десятков тысяч пар. Пингвин Адели название вида восходит к имени жены французского мореплавателя и исследователя Жюля Дюмон Дюрвиля, экспедиция которого в 1840 году открыла в Антарктиде землю Адели, где было обнаружено большое количество этих птиц. Натуралисты Жак-Бернар Амбреон и Оноре Жакино, находясь в составе экспедиции, изучали этих пингвинов и дали виду такое название. Пингвин Адели – птица средних размеров, высота туловища около 70 сантиметров, масса около 6 килограммов. Вокруг глаз имеется характерное тонкое белое кольцо, голова, шея, спина и ласты со спинной стороны, черные с характерным синеватым отливом, грудь и брюхо белые. Продолжительность жизни составляет в среднем 12 лет. Северный гигантский буревестник – очень крупная хищная морская птица. Вид был впервые описан австралийским орнитологом Греголем Миттюсоном в 1912 году. Антарктический поморник или бурый поморник – крупная морская птица, широко распространенная в южной части умеренного пояса, в субантарктической и антарктической зонах южного полушария. Про альбатроса иногда говорят – морской странник – скиталец. Самый крупный альбатрос так и называется – странствующий альбатрос. Он и в самом деле странствует, скитается над морями и океанами и, вполне возможно, совершает кругосветные путешествия. Альбатрос приспособлен для дальних перелетов. Тело небольшое, размером с гуся, но крылья узкие и плоские – самые длинные на свете. Кашалот – самый крупный из зубатых китов. Длина самцов до 20 метров, весят до 50-70 тонн. Самки заметно мельче – до 13 метров, весят до 30 тонн. Форма тела – каплевидная, квадратная голова выделяет кашалота среди других китов. Кашалот – одно из самых космополитных животных, встречающихся в мировом океане от арктических вод до экватора. Однако самки редко выходят за пределы субтропической зоны, тогда как самцы совершают длительные сезонные миграции, летом достигая на севере Девисова пролива, Баронцева и Берингово морей, на юге Антарктики. Самки также мигрируют, но на меньшие расстояния. В северном полушарии, проводя лето между 25 и 40 градусами северной широты, зиму между 0 и 25 градусами северной широты. Косатка. Единственный современный представитель рода косаток, признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди китообразных настоящих хищних, преследующий теплокровных животных. Окраска спины и боков у косатки черная, горло белое, на брюхе белая продольная полоса. В водах Арктики и Антарктики белые пятна могут приобретать желтовато-зеленый или бурый оттенок из-за покрывающих пленки диатомовых водорослей. Форма пятен у косаток настолько индивидуальна, что позволяет идентифицировать отдельных особей. Морской леопард – вид настоящих тюленей, обитающий в субантарктических регионах Южного океана. Своё название получил благодаря пятнистой шкуре, а также из-за весьма хищного поведения. Морской леопард питается главным образом теплокровными позвоночными, в том числе другими тюленями и пингвинами. Морской леопард – это крупное животное, чьи размеры в зависимости от пола могут достигать 3-4 метров. Весит морской леопард тоже немало – до 500 килограммов, но при этом на его крупном теле обтекаемой формы нет ни капли лишнего жира, а по части гибкости и подвижности мало кто из других тюленей может сравниться с ним. Киргеленский морской котик обитает по периметру Антарктики. Самцы достигают длины до 190 сантиметров, самки до 130 сантиметров. Вес составляет 150 и 50 килограмм соответственно. А краска шкуры серо-коричневая. У самца имеется черная грива с множеством серых или белых волос. Наибольшие колонии встречаются на Южной Георгии, Южных Сандвичевых островах, на островах Принц Эдуард, на Южных Шотландских островах, на Южных Аркнейских островах, на островах Буве, Киргелен, Хёрд, Макдональд, Крузе и Макуэры. Кочующих особей киргеленского морского котика можно встретить в значительном количестве также на огненной земле, однако на ней этот вид не образует колонии. Южный морской слон, субантарктический и антарктический тюлень. Самый крупный представитель ластоногих в мире. Его размеры у самцов могут достигать 5,8 метров в длину, а масса доходить до 3700 килограммов. Тюлени-корабоеды характерны для Антарктиды вид, отличающийся большой численностью. Длина тела взрослого тюленя в среднем составляет 2-2,5 метра. Самки и самцы по внешнему виду практически идентичны друг другу. И те, и другие каждый год в начале весны переживают процесс линьки, меняют цвет меха серебристо-серого на серовато-коричневый с немногочисленными светлыми пятнами. Кормом для этих тюленей являются мелкие ракообразные. Ледяная рыба. Еще норвежские китобои в 19 веке рассказывали, что в далекой Антарктике у острова Южная Георгия в юго-западной части Атлантического океана водятся странные рыбы с бесцветной кровью, которых они окрестили бескровными и ледяными. Однако эта загадка природы не сразу привлекла внимание скептически настроенных ученых. Научные исследования этих рыб начались лишь в 1954 году. Крупная рыба в популяции от Южной Георгии достигает общей длины 66 см и массы до 1 кг. Максимальный размер рыбы, зафиксированный у Южной Георгии, составил 69,5 см общей длины при массе 3,2 кг. В районе архипелагия Кыргилен общая длина рыб не превышает 45 см. Тюлень Уэделла относится к семейству настоящих тюленей. Этот вид получил свое название в честь сэра Джеймса Уэделла, командующего промысловой экспедиции в море Уэделла. Тюлень обычен и широко распространен по всему побережью Антарктики. Антарктида богата минеральными и водными ресурсами. В его недрах найдены значительные залежи железной руды, никеля, хрома, меди, слюды, горного хрусталя. Большая вероятность залегания здесь нефти и алмазов. В Антарктике находится 80% мировых запасов пресной воды, законсервированы в ледниках. Уже существует первый опыт транспортировки антарктических айсбергов берегам Кувейта, страна Персидского залива. Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях только для научной деятельности и превращения в зону, свободную от ядерного оружия. Договор заключен 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961 года после его подписания 12 государствами первоначальными участниками. Главная цель договора обеспечить использование Антарктики в интересах всего человечества. Также предусматривается свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество. Запрещаются любые ядерные взрывы из-за хранения радиоактивных материалов в Антарктике. Территориальные претензии в Антарктике – претензии различных государств на суверенитет в южном полярном регионе Земли. В настоящее время территориальные претензии к югу от параллели 60 градусов южной широты предъявляют и официально поддерживают 7 государств, успевших их оформить до вступления в силу договора об Антарктике – Великобритания, Норвегия, Австралия, Франция, Новая Зеландия, Чили и Аргентина. В 1959 году был заключен, а в 1961 году вступил в силу договор об Антарктике, закрепляющий сложившийся статус КВО, запрещающий выдвигать новые претензии и расширять старые. Всего в Антарктиде действует около 45 круглогодичных научных станций. Уменьшение количества льда в Антарктиде за последние полвека температура на юго-западе Антарктики на Антарктическом полуострове возросла на 2,5 градуса. В 2002 году от шельфового ледника Ларсена площадью 3250 квадратных километров и толщиной свыше 200 метров расположенного на Антарктическом полуострове откололся айсберг площадью свыше 2500 квадратных километров. Весь процесс разрушения занял всего 35 дней. До этого ледник оставался стабильным в течение 10 тысяч лет с конца последнего ледникового периода. Таяние шельфового ледника привело к выбросу большого количества айсбергов свыше тысячи в море Уаделла. По результатам исследования американских ученых Института океанографии Скрипса и Национальной администрации океанических и атмосферных исследований выяснилось, что популяция некоторых видов пингвинов, которые обитают в западной части Антарктиды, существенно сократилась. Причиной возникновения такой ситуации исследователи называют недостаточное количество криля, которое является главным источником питания этих птиц. По словам исследователей, с 19 века и до середины 20 века количество антарктических пингвинов и пингвинов Адели значительно увеличилось из-за того, что вымерли такие животные, как беззубые киты, морские котики, которые тоже питались крилем. Но с изменением экологической ситуации, которая приводит к уменьшению количества льда в Антарктиде, становится все сложнее поддерживать большое количество криля, нужное для питания пингвинов. Давайте закрепим полученные знания. Ответьте на вопросы. Сколько процентов мировых запасов пресной воды находится в Антарктиде? Правильный ответ – 80%. Сколько видов цветущих растений встречается в Антарктиде? Правильный ответ – 2 вида. Самый распространенный вид пингвинов? Правильный ответ – Адели. Какая природная зона преобладает в Антарктиде? Правильный ответ – Антарктиде. Антарктида – самый холодный, самый ледяной континент на Земле. Но в то же время это одно из самых красивых и удивительных мест. Антарктида – единственная область нашей планеты, на котором сейчас проводятся мирные исследования жизни на Земле. Всего хорошего!